Друзья, всем привет! Я Анатолий Климович, город Таганрог. Сегодня воскресенье, 25 февраля 2018 года. Сегодня истекли восьмые сутки моего голодания. Я кратко опишу о том, как происходило это голодание. Ночью я спал прекрасно, не пробуждался за всю ночь. Наутро проснулся в восемь часов, даже раньше в семь часов проснулся. Но слабость во всем организме, нежелание вставать. Я провалялся часа два. В воскресенье как раз не захотелось так подниматься. И растянул это время. Но потом пришлось, я участвовал в обучении. Вебинар проходил, четыре часа обучения было. Я занимался этим активно. По прошествии этого проделал все процедуры. Но единственное, что я когда встал, я обязательно почистил зубы, язык почистил. Потому что горечь во рту по-прежнему остается такой же сильной, неприятной. Но никуда не деться от этого. Это надо перебороть, осмыслить, осознать, что от этого никуда не деться. И это надо выдержать. Вот представляете, какая дрянь. Вот это, ну может это грубое слово такое. Какая бяка такая в нашем организме скапливается в процессе нашей жизнедеятельности. И мы не замечаем этого, мы не чувствуем. И со временем вот эта вся бяка, которая скапливается в организме, не выводится. Там калийная соли, селиды, натрий хлор, соли. Они, естественно, откладываются в нашем организме. Легче выводится натрий хлор, тяжелее калий хлор выводится. Потом в наших клетках скапливается застойная вода. Тоже она бомбардирует наш организм и приводит к преждевременному старению и преждевременной смерти. Ну и естественно то, что мы питаемся продуктами, пищей, нитратами, различные добавки, биодобавки. Все это откладывается в организме. Часть выводится, но большинство откладывается. Ну и плюс там паразиты разные, те, которые попадают в организм. Там вместе с рыбой, когда покупаем рыбу, там даже соленая рыба. И то с ней попадают в наш организм. Многие паразиты, которые вот этим путем, как раз через клетку, они вымываются и очищаются организм. И мы освобождаемся от всего этого. И вот все это можно только увидеть в процессе голодания. Вот это все выходит, когда организм избавляется от этого. Именно природа сама регулирует, природа заставляет выбросить вот это. Потому что это влияет на жизнедеятельность человека, влияет на длительность его жизни. Вот именно уже когда в процессе голодания. И организм избавляется от этого. После всех тех мероприятий, которые я проделал, которые по планам были, я, в общем-то, до самого вечера сидел, занимался с компьютером. Вот это моя ошибка сегодня была. Вот я не выходил на улицу. Не выходил еще по причине, потому что посмотрел, там вообще-то холодно, ветер такой. И в квартире даже вот холодно. Вот, ну, хоть выходить надо обязательно, вентилировать надо легкие, чтобы мышцы человеческие в этот момент не застаивались. Надо их заставлять нагрузки поддавать, движения, чтобы энергия выделялась в процессе этого. Значит, и выходят токсины. Быстрее усилий не выходят все с организма. Вот. Ну, завтра я эту ошибку, конечно, она не повлияет на качество моего голодания. Так вот. Но все-таки это отступление. Такое небольшое наступление есть. Но главное, что я спал при открытой форточке. Вот. Я хорошо укутался. То есть, тепло, так сказать, мне было под одеялами. Вот. Но форточка была открыта. Единственное, что я дышал свежим воздухом. Вес 79 килограмм, 250 грамм. То есть, сегодня я на 400, вот за эти сутки прошедшие, на 400 грамм сбросил вес. Значит, объем талии. Так, объем талии. Так, объем талии, вот именно в районе здесь, на чуть выше пупка, вот так измерять. 100 сантиметров. То есть, за эти сутки снова на 1 сантиметр умеет. Вот видите, как медленно происходит изменение в объеме талии. То есть, вот 8 суток, и я только 4 сантиметра избавился. Хоть организм уже усиленно перешел на внутреннее питание и уже начинает поедать. Жировые отложения. Это я чувствую. Уже потому, что все равно процессы, там какой-то переворот идет в кишках. Все равно там слышится урчание. Там вот такое вот. Ну, не громко, естественно так. Но я чувствую, что там что-то происходит, бурлит временами. Вот пульс у меня сегодня 60 ударов в минуту был. Ну, состояние общее, вы видите, наверное, по моему внешнему виду. Вот, заторможено немножко движение, вот, и заторможен язык. Я не могу, ну, разговоры я немножко заторможен. Так вот, не проявляю такое свободное, свободного изложения своих мыслей. Вот, но мысли, голова работает прекрасно. То есть в этом вопросе нет никаких проблем. По истечении 10 суток я покажу вам для наглядности, вот, верхний торс, как изменилось состояние моего верхнего торса. То есть для того, чтобы можно было сравнивать, я вот через 10 суток буду показывать для наглядности мой внешний вид, как меняется. Я чувствую, конечно, что кожа уже начинает немножко морщиться, так сказать, смарщиваться на руках, вот, везде так, потому что, естественно, идет организм, усадка идет такая вот, мышц, тело. Вот, и поэтому все сказывается на состоянии кожи. Но это все исправимо, это сейчас только будет в процессе голодания. Дальше уже восстановление, снова 40 суток, постепенно, вот, вы увидите, как появляется активная такая жизнерадостная улыбка на лице, внешний вид, сверкающие, светящиеся глаза, вот, и желание двигаться, желание работать, работать, работать. Вот, ну, и, конечно, вот на 40-е сутки, вот, сравните вы через 10 суток и на 40-е сутки, это, конечно, я буду похож на скелет, на которого страшно смотреть, но я все равно покажу для наглядности, чтобы вы видели, что с человеком происходит вот в течение 40 суток голодания. И что 40 суток голодания, это можно спокойно выдержать и спокойно работать, двигаться. Вот, то есть, никаких проблем нет. Вот я сейчас желание, там, покушать, никакого не появляется. Я хожу, там, на кухню, открываю холодильник, там у меня яблоки лежат, так вот. Другие продукты, те, которые я не употребляю, у меня желания даже нету никакого. Я молча, даже без всякой, там, слюна не появляется. Так что, спокойно выйти. Единственное, вот, это такое угнетающее состояние какое-то, но я тоже об этом не думаю, я знаю, что это так надо. Так надо я вот сейчас, этот период должен так жить. Должен так жить и от этого никуда не денешься. То есть, тут цель поставить, главное, и двигаться к ней. Цель. А цель достижима всегда. Вы проявляете при этом силу воли свою, вы доказываете, что вы сильнее, сильнее всё-таки своих эмоций, своих перебороть жажду, так сказать, вот это, к пище. Прибороть своё, наверное, эго. То есть, даже вот, понимаете, что, ведь никто, даже многие миллиардеры, кто не осмыслял, не осознал, миллионеры, там, миллиардеры, ну, богатые люди, те, кто имеет достаточно денег, они скажут, ну, что я, дурак, что ли, голодать? Когда денег полно, так я могу купить всё, что угодно, кушать. Как я буду это время, там, без пищи обходиться? Нет уж, я уж шикарный стол лучше накрою, там, и покушаю превосходно. Так что, а здесь вы проявляете силу воли, вы отказываетесь от всего, и от этого вы, естественно, и духовно себя очищаете, духовно очищаете. То есть, сила духа, сила воли выше всего у человека. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайки. Значит, если появились у кого-то вопросы, задавайте их в комментариях. Значит, прошу вас только, комментарии задавайте под видео в Ютюбе, на моём канале в Ютюбе. Там есть комментарии, и вот конкретно там записывайте вопросы. Потому что не задавайте вопросы в Одноклассниках, не задавайте вопросы в ВКонтакте, в Твиттере или в Фейсбуке. Значит, на эти вопросы я отвечать не буду. Почему так? Потому что такие законы Ютюба. Чем больше будет лайков, чем больше будет комментариев записано на моём видео, тем видео будет иметь более повышенный рейтинг, и оно будет продвигаться. То есть, поисковики будут его замечать и выдвигать в топовые. А мне, как блогеру, это необходимо. Потому что я, в принципе, снимаю это для того, чтобы как можно больше людей узнало. И чем больше будет лайков и комментариев, тем больше люди будут эти видео смотреть и брать для себя что-то полезное. Наглядно, то есть смотреть, как я вот именно при голодании чувствую себя. Если, ну такие законы, такие законы Ютюба. Значит, если вы не знаете, как зайти, вот допустим, есть многие там в Одноклассниках видят, вот, а включают, вот, но смотрят именно то, что закачано в Одноклассниках. Значит, в Одноклассники и ВКонтакт, в Ютюб я загружаю только с целью продвижения этого видеоролика, чтобы посмотрели многие. Но вопросы задавайте только в комментариях. Значит, если вы не знаете, как войти в Ютюб, значит, там видео, как раз под видео, с правой стороны, есть квадратики, написано Ютюб. Вот, вот кликните курсором мышки по этому, по этому значку, и вы попадете на канал Ютюба. То есть вы будете там смотреть точно такой же видеоролик, и там можно задавать вопросы. Друзья, счастливо, до завтра, всем удачи!